Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые родители. Я врач-гастроэнтеролог, педиатр детской городской поликлиники 143 Малышева Алла Вадимовна. И сегодня хотела бы рассказать о том, как уберечь ребенка от заражения циркариозом. То есть, как правильно подобрать водоем для купания. Циркариоз – заболевание, которое имеет водный путь передачи, и промежуточным хозяем циркариев являются улитки. Улитки обитают вблизи тех водоемов, где есть водоплавающие птицы. Это утки и чайки. На пленке воды, особенно на мелководье, циркарии плавают и ищут своего окончательного хозяина. То есть, это водоплавающих птиц. Иногда по ошибке вместо водоплавающих птиц они внедряются в кожу человека. Как правило, более уязвимы дети, так как дети купаются на мелководье. Как раз где пленка воды, зараженной циркарием, гораздо сильнее. Так как же проявляется циркариоз? Сразу после купания, в течение 15-20 минут на коже проявляется зуд, шелушение и могут появиться высыпания. Эти высыпания, как правило, могут усиливаться в течение ближайших суток. Как помочь ребенку? Это после купания вытереть насухо полотенцем. Купать ребенка только в купальнике, так как циркарии внедряются в открытые участки кожи. Придя домой, принять душ. И при проявлении циркариоза, при необходимости обратиться к педиатру, который назначит антигистаминные средства. Можно также использовать успокаивающие лосьоны и крема. Родители, будьте внимательны при выборе водоема для купания ребенка. Избегайте водоемов, где плавают водоплавающие птицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова